Саудовская Аравия подтвердила, что увеличит объемы добычи нефти, но только в том случае, если он сократится в России. После этой новости нефтяные цены сразу же пошли вверх, так как никакого переизбытка черного золота на рынке явно не будет. ОПЕК Плюс договорился об увеличении объемов добычи, но его прирост незначительный – чуть менее 200 тысяч баррелей в сутки. Этого на фоне все возрастающихся опасений из-за возможного дефицита энергоносителя явно недостаточно, чтобы успокоить рынки. Нефть, по сути, получила дополнительный стимул для продолжительного роста, и уже в обозримом будущем цены могут не только подняться выше отметки в 120 долларов за баррель, но и уверенно там закрепиться. Давайте рассмотрим график цен на нефть более подробно. Фьючерсы на нефть марки Brent укрепились в стоимости практически на 5%, возвращая котировку выше отметки в 117 долларов за баррель. Исходя из недавнего ценового изменения, можно предположить, что на рынке возник локальный сигнал о перекупленности в краткосрочных периодах. Это может привести к замедлению восходящего цикла с последующим отскоком. В качестве сопротивления на пути покупателей рассматривается ценовой район 118-118.50. В случае удержания цены выше отметки 118.50 на четырехчасовом периоде не исключается последующий рост в сторону основного уровня 120 долларов. Котировка на золото активно росла, превысив в какой-то момент отметку в 1870 долларов за тройскую унцию. Отчасти этому росту способствовала слабая американская макроэкономическая статистика, вследствие которой американский доллар активно дешевел. Данные по занятости намекают на потенциал резкого ухудшения ситуации на рынке труда. Это может убернуться затяжным экономическим кризисом. В подобной ситуации резко растет интерес к защитным активам, особенно к золоту. Однако, если прогнозы по содержанию доклада Министерства труда подтвердятся, то эти страхи развеются и золото, скорее всего, вернется к отметке в 1850 долларов за унцию. Несмотря на довольно высокий уровень волатильности, рубль фактически целую неделю стоит на месте. Это несколько удивляет, так как информационный фон наполнен всевозможными событиями, которые неустанно кидают рынки и страны в сторону, но российская валюта словно бы ничего этого не замечает. Совершенно очевидно, что долго так продолжаться не может. Учитывая невероятную устойчивость рубля, в принципе, невозможно сейчас предугадать, в каком направлении он двинется. С определенной долей уверенности можно лишь сказать, что движение в итоге окажется довольно масштабным, а самое главное устойчивым и продолжительным. Валютная пара USDRUB третий день подряд условно стоит на одном месте. Это может привести к обильному вниманию со стороны спекулянтов, когда за счет процесса накопления торговых сил возникнет локальный скачок активности. А на этом у нас пока все, мы продолжаем следить за развитием событий на финансовых рынках. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей. Увидимся через пару часов!